Они меня связали, начали разбивать. Я начала сопротивляться, пошли удары. Я несколько раз отключалась. Поэтому, когда я включалась, я видела, что это недовольная есть. Вдоволь поизмывавшись над жертвой, злоумышленники привязали ее к батарее и перед уходом подожгли квартиру. Оказалось, что действительно женщина избита, была привязана к батарее во время тушения пожара. Слава Богу, что осталась жива, не задохнулась угарным газом. Оперативники опросили возможных очевидцев и в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых. К нами было задержано двое молодых людей, один 95-го, другой 97-го года рождения, доставленный на отдел, где потом они дали признательные показания, что выпивали в одном из домов вместе с этой женщиной 65-го года рождения, довели ее до дома, зашли, потом у них возник умысел ее изнасиловать, так как она была практически в беспомощном состоянии. Стали избивать, потом изнасиловали, хотели первоначально ее зарезать, но приняли решение привязать ее и поджечь дом. А вот так на профессиональном языке следователей звучит все то, что сделали подозреваемые. В отношении 22-летнего жителя Энгельского района и его 20-летнего приятеля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных пунктом А.Б. Часть 2 статьи 131 УК РФ. Изнасилование совершенной группы лиц по предварительному сговору, соединенной с угрозой убийством. Пунктом Е.Ж.К. Часть 3 статьи 30-й, часть 2 статьи 105 УК РФ. Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группа лиц по предварительному сговору, с целью вскрыть другое преступление. И напоследок еще одна деталь, которую поведали злоумышленники. По их словам, после совершения преступления они отправились домой доедать шоколадные конфеты, которые нашли на квартиру жертвы. Денис Желтов, Вести, дежурная часть, Саратов.